От Балтимора до Симферополя. Американский интеллектуал и русский мир. Переводчик, журналист и политолог из Соединенных Штатов Стефан Эберт за последние пять лет уже несколько раз бывал в Крыму и в Донбассе. Как в условиях новой холодной войны строить мосты между адекватными американцами и русскими? Об этом поговорим сейчас в прямом эфире программы «Вечер. Лайф». Стефан, добрый день. Уже традиционно раз в году вы приезжаете в Крым, мы пишем с вами интервью, обсуждаем санкции и возможности наладить ситуацию, но как-то ничего не меняется в устоявшейся картине мира. Как думаете, почему? Ну, дело в том, что это, конечно, не очень обрадует моих русских друзей. В последнее время это, скорее всего, связано со всеми этими делами, с Трампом и с якобы русским вмешательством в наши выборы. В смысле, то, что Трамп якобы агент Кремля? Да, ну, вы понимаете, по-моему, значит, в основном народ его, ну, и тогда, до выборов, и после, просто его не очень-то, конечно, не любили. А как же он победил тогда? Ну, потому что очень ненавидели госпожу Клинтона. А, то есть из двух зол они выбрали наименьшее. И, между прочим, как, по-моему, в России знают, она получила на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но, слава Богу, наши выборщики нас спасли от этой злой женщины. Да? Ну, что смешно и не смешно, но и опасно. Вот Трамп, значит, выиграл, да? А до сих пор он не может отойти от этого. Он, я говорю, да, Клинтон, а народ как-то, Клинтон, при чем здесь? Она проиграла, и все. И, значит... Стефан, а вот сейчас опубликован официальный доклад о невмешательстве в выборы, что действительно вот эти огульные обвинения о том, что якобы там третьи силы, да, очевидно, не вмешивались в американский избирательный процесс. Изменило ли это, результаты этого доклада, отношение простых американцев к Трампу? Нет, я опять не обрадую. Вот в чем дело. Вот очень хитро Трамп поступил, назначил своего человека, генпрокурора, Бар, Моим Бар. И, значит, доклад готов, Бар, значит, во всем праве он получил, и он выступает, говорит, да, там ничего нет, полное оправдание. Да? И вы видели, и мы видели. И вот народ говорит, а доклад-то где, между прочим? А вы там какой-то обзор, там в три страницы, доклад там 400 страниц. А оказывается, если вчитаться в доклад, и это касается и вас в России, и президента Путина, там очень плохо насчет, ну там, я не говорю, что я верю в это, ну там доказали, что вмешательство было, вот что они... Кто вмешался? Вот Россия. Россия. Они, вот это их заключение, я просто передаю, их заключение, чтобы было... Да, понятно. То есть Трамп все-таки наш агент, да? Нет, дело в том, что вот Трамп говорит, что это меня оправдал полностью. Почему? Потому что они как бы должны были доказать окончательно, по всем нашим судебным, между прочим, законам, да, это не общественное мнение, а это очень серьезное дело, что они не могли, не смогли доказать, что он в сговоре. Вот это для него очень важно. Степан, вот знаете, я сейчас вас слушаю и понимаю, что мне, как человеку русскому, который проживает здесь, на территории Российской Федерации, в Крыму, в меньшей степени хочется вот участвовать, или даже обсуждать те внутренние процессы, которые происходят в Америке. А вот простым жителям Штатов, им интересно то, что происходит у нас в России, или они точно так же по стольку-поскольку относятся? Ну, как раньше, и мы с тобой уже, по-моему, обсуждаем, вот это по установке, так сказать, ничего личного. Мы так относимся к всему миру, что нам плевать на то, что происходит в Германии, в Англии, в Китае. Так что это продолжение, к сожалению. И вот что меня беспокоит, это то, что опять вот не хочу обратно к Трампу, а вот это пока Трамп будет там президентом, тогда вот это положение, обстановка, по-моему, будет продолжаться. Ну, представьте, что было бы, если бы выбрали Клинтон, я думаю, картина происходящего была бы не лучше. Нет, нет, я думаю, что все-таки, как это говорится, это лучше враг, которого вы знаете, чем, не знаю, что-то... Чем того, которого вы не знаете, ну, в принципе, очевидно. И она, ну, она очень предсказуема, ну, уже ушла. Я знаю, что и, ну, между Путиным и Клинтон, уверен, что вот они не сработались, но все равно президент Путин ее знает. И, по-моему, думал, это мой личный момент, думал, что вот, я понимаю, а кто такой мистер Трамп, оказывается, по-моему, не очень-то. И он, как, ну, переговорщик, вот не очень-то получается, потому что, значит, утром одно говорит, вечером другое. Зато, Стефан, прекрасно отрабатывает пропагандистская машина Соединенных Штатов, которая довела общественное мнение до понимания того, что Россия это некий механизм, да, опасный, во главе ужасный лидер, да. Да, да, да. Вот, но неужели нет альтернативных источников информации, которые бы позволили составить простым американцам со здравым умом картину реально происходящего в мире, в России, в Крыму, тем более сейчас век интернета, когда есть возможность получить доступ к любой информации? Ну, конечно, есть разные источники в сети, и кто хочет, может найти, например, как я влияю на своих соотечественников. Значит, я в Фейсбуке каждый день на английском языке. А вы коренной американец? Да, да, да. А почему вот вы решили выучить русский? Как так сложилось, что такое понимание картины? Это долгая песня, просто полюбил как-то, еще когда я в школу ходил, так сказать, не помню точно, но после того, как, ну, заинтересовался, уже это уже на всю жизнь. То есть у вас нет русских корней, просто желание выучить русский язык? Да, да, да. У меня вот это главный предмет в университете, там русский язык и страноведение, тогда вот это такое понятие у нас было. Такое лирическое отступление от политики, все-таки хотелось бы в большей степени такие вопросы геополитически обсудить. Сейчас одна из карт, которая по-прежнему пытается разыгрывать западный мир, это Украина и взаимоотношения Украины с Россией. Вот новый президент, Порошенко уже ушел, сейчас Зеленский, он обратился после инаугурации к представителям США с просьбой ужесточить санкции в отношении России. Есть такая информация, а чего нам ждать от вашей страны? Действительно ли будет это ужесточение, на ваш взгляд? Я как-то сомневаюсь, потому что в одном, можно сказать, что Трампа, что он, если честно, задерживает все это немножко, да? Значит, Конгресс принял какой-то законопроект, а Трамп действительно защищает вас немножко, потому что он просто не обращает внимания. В этом отношении я как-то думаю, что не хуже будет. Как я смотрю на все это, а что еще можно вообще, да? И у нас, между прочим, не очень-то одобрительно освещают новоиспеченного президента Украины, потому что его показывают как клоун, не комик, а скорее всего как клоун. И что удивительно, Александр, немножко уже начали говорить, что это проект Кремля. Зеленский. Да. Потому что у нас говорят, что это проект западного мира. Представляете, для меня я так сижу, а каким-то образом? Да? Стефан, ну вот на Украине некоторые люди сравнивают с его, с Рейганом. А насколько такое сравнение имеет место быть и, возможно, в принципе, к существованию? Ну, если честно, я, потому что я как бы левый человек, я всегда не любил Рейгана, но все-таки у нас считают, что он довольно разумный, хороший руководитель страны. Есть разные... По сравнению с другими некоторыми? Да, 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 особенно. Вот будешь младше, не очень-то... А вот это смешно для меня, потому что я, ну, я слежу за ним. Может быть, из него выйдет отличный президент, бог знает. Вы выбрали Трампа, между прочим, оказывается, что он не такой умный бизнесмен, провальный, скорее всего, и вот народ узнал, а дело в том, что, ну, большинство людей уже знали, кто он такой, и, значит, время покажет с господином Зеленским. Хотя я очень недоволен, я ваше телевидение смотрю, все вот эти новостные передачи, место встречи, все это, вечер, все эти передачи, и как они освещают, потому что, вот, конечно, этого не показывают у нас. А то, что вот Зеленский, по-моему, как он выразился насчет населения на востоке Украины, для меня, вот это, я очень его осуждаю, потому что там у меня уже друзья есть. Я там был, и, значит, никаких войск российских, танков не видел, ну, может быть, где-то там в кустах. Стефан, ну, вот очевидно, что американский политический эстеблишмент, он ведет, своего рода, такую политику давления, да, на, абсолютно на различные, на правительства различных стран, и, в первую очередь, как правило, эти правительства весьма слабые, на примере той же Украины, там, где можно контролировать все эти процессы. Но чего он ждет, в конце концов? Вот какой результат в итоге, самый ожидаемый на примере взаимоотношений той же Украины и России? Ну, если, конечно, мы всегда так и действуем, да, и, как я всегда, даже не задаюсь вопросом, а просто, когда обсуждаю этот вопрос, значит, мы достигли, да, уровня, уровня мирового господства. Достигли, хорошо. А значит, раз мы там сидим, как бы, на вершине горы, значит, очень не хочется, да, как бы отдать и отступить. И, по-моему, вот это всегда, почему против России, меня спрашивают, почему. Я думаю, что это связано с тем, что в 90-е, когда здесь очень плохо было, я здесь был, я помню, как там шел по улице, и, действительно, это не шутка, бабушки там трусы продавали. Извините, это 90-е. Это, по-моему, все наше творение, между прочим, с нашей подачей, скорее всего. Я человек, я очень часто считаю, когда у нас говорят, ну, олигархи в России, а откуда олигархи в России, между прочим, как класс, да? Да, значит, у нас огромный опыт в этом отношении. То есть капиталистическое лобби было в России, да? Ну, конечно, и, значит, это не русские придумали все это. И я к чему клоню, это, значит, у нас в 90-е, когда Россия была как бы на коленях, это очень хорошо для нас, да? Значит, мы могли вам приказать или сказать, что, ну, вы знаете, вот такой вопрос есть, вы должны, значит, встать на нашу сторону. И если следить после Путина, ну, первые там 3-4, важно вспомнить, что вот это 11 сентября, там где-то в начале правления Путина, и, между прочим, вы, по-моему, первыми пришли, да? Он, по-моему, был первым главой государства, который нам позвонил, между прочим. Так что, значит, отпросим 4 года, да? А где-то там после этого, по-моему, это речь Путина в Мюнхене, когда он посмел сказать, что, э-э, больше не надо, мы не дети. Но в тот момент Россия действительно начала подниматься с колен. Да, да, да. Стефан, у меня вопрос. Вы достаточно однозначно и весьма жестко критикуете политику Трампа и некоторые действия правительства своей страны. А ваша позиция на родине, она каким-то образом критикуется? Вот отношение правительства к вам, отношение простых американцев, в конце концов, просто друзей, знакомых, родственников, к вашей позиции? Да, ну, относительно Трампа, меня любят. Потому что все мои, ну, скажем, друзья в Фейсбуке, да, это как шутка, Facebook friends, да? Ну, все мои друзья, знакомые, они поддерживают вот такой взгляд на Трампа. А относительно России, ну, у меня никаких пока, ну, это не дерево, да, пока нету каких-нибудь особых тревожных моментов со стороны правительства. Вот опять я возвращаюсь, у нас очень часто говорят, что вот это, почему не принимают от вас статьи России, об Украине, о том, что происходит на Украине. Они говорят, что это с высока, это намного тоньше, если честно. Просто у нас не то, что давят на человека, да, а просто не обращают внимания. И иногда это просто сверху, вот как дан приказ какой-то, а иногда, ну, это бывает просто так, что есть ведущая какой-то новостной передачи, и у вот этой есть особая женщина, которую я имею в виду, не скажу кто-то, а у них есть свое мнение. И они, она там, все, каждый день. И, значит, если кто-то не согласен, тогда, значит, я даже иногда пишу им, что вот я не согласен, можно там навести справки в сети, и вы знаете, да, я кремлевский трон, но все-таки у меня другая точка зрения. И это не настолько там зло или что-то, просто не обращают внимания. Стефан, ну, если вот уйти от политики и, в принципе, поговорить о том, что вы увидели впервые, когда приехали на полуостров, и в данный момент, вот, видны какие-то изменения в плане развития, в плане инфраструктуры, дорожной, воздушной, экономической составляющей? Ну, вообще, я, значит, каждый год сюда приезжаю, и прямо крайне удивлен, в приятном смысле слова, что здесь происходит. И я должен оговориться немножко, да, потому что люди, которые здесь живут, я понимаю, что есть коррупция, я понимаю, что не все идет как по маслу, да, я не хочу, чтобы сглой американец, он приехал, ничего не знает, ничего не видит, но везде есть плохие вести и хорошие вести. И я, как я вижу сегодня по пути сюда, как я вижу, там работают над дорогами. И я читаю все те, что, ну, а что это за работа, значит, очень плохо. Но я не знаю, плохо или нет. Одни говорят, ну, это просто обмывают деньги. Я лично не в состоянии, да, сказать, что это такое. Ну, по-моему, новый аэропорт, боже мой, за что-то, не знаю, когда они начали. За очень короткий срок, действительно, и аэропорт, и Крымский мост, и трассу Тавриду. Да, 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 Крымский мост. И то, что я вижу, ну, может быть, там, да, вливают деньги, а вот деньги вот так, но это, извините, но это по всему миру так и делается, и у нас, да. Странно. Всегда говорили, что в Америке, Америка страна мечты, и там нет никакой коррупции или проблем. Все не так? Чушь. Все вранье? Конечно, не чушь. Я очень часто говорю, что у нас есть коррупция, просто это как бы законная коррупция, да. А как это делается? Знаете, давали на лапу кому-то где-то. Стефан, вы очень хорошо выучили русский язык. Давать на лапу – это такое весьма специфическое выражение. Ну, это, да, это любимое выражение. Так что, ну, я даже в Москве был на прогулке, мы там смотрели архитектуру, и я всегда там разговариваю, да. То есть у вас приоритет – общение с простыми людьми, да? Да, да, да. Чем больше, тем лучше. И один человек там, мы разговаривали, и, ну, он спрашивает насчет нашей судебности, и говорит, что если человек богат, никогда не сядет. И мы увидим, что будет даже, вот они уже осудили вот это Мануфорта, он, ну, вроде сидит в тюрьме, но в основном, если у вас очень много денег, тогда, значит, ни о чем беспокоиться. Стефан, ну, у меня вот вопрос, в принципе, он такого глобального масштаба, но, тем не менее, мы зачастую соперничали еще в период, там, начиная с Советского Союза, да, сейчас есть, ну, безусловно, есть такое соперничество и за сферы влияния, да, и в плане вооружения и прочее. А существует ли будущее, в котором две или даже больше сверхдержавы будут жить в мире во взаимопонимании, при этом сотрудничая? Возможно ли сотрудничество России и Штатов не просто на словах политиков, а в реальности? Я думаю, что есть возможность, а для этого требуется, по-моему, ну, в основном, это с нашей стороны, да, потому что мы до сих пор настаиваем на том, как мы говорим, our way or the highway, либо там по-нашему, либо пошли вон. То есть, по сути, американские политики считают, что весь мир должен там прикрыть глазки, опустить их в пол и стать на колени. И как мы видим с Китаем, между прочим, я по пути сюда в этот раз читаю с интересом, что американцы очень, опять, озаботены планами китайцев насчет их флота. А как же так, между прочим, наш флот, это по всему миру. И китайцы, между прочим, я не помню, когда они в последний раз там поплавали вместе с вашими у нас в заливе Мексики. Как-то я это не припомню, Александр. И так что для меня вот это очень показательно, между прочим, всегда, ну, еще помню, ну, 4-5 лет назад что-то насчет Средней Азии. Нас очень беспокоит, как Москва обращается, но, между прочим, вот это столетиями идут отношения между всеми. И бывшие союзные республики, конечно, есть там отношения, есть довольно тесные, не только торговые связи. И вот когда, вот Америка, по-моему, может быть, даже Байден, что он заявил, что, или Обама, что пришло, время пришло забыть о сферах влияния. Ну, почему так? Потому что весь мир – это наша сфера влияния. Вот это смысл такого понятия, да, что нету больше сфер влияния. И я очень часто думаю, что оказывается, что есть сфера подчинения. То есть, понятно, это политика эгоистичного государства, да? Либо так, как мы говорим, либо совсем никак. Да. И, значит, ну, в какой-то прекрасный день, надеюсь, в не очень далеком будущем, мы узнаем, что, ну, в конце концов, мы уже воюем с Китаем на торговом фронте. И это плохо кончится, да? И мы скоро увидим. Потому что, ну, мы как с нефтью, между прочим, против Советского Союза, мы так и сделаем, мы так и делаем с Китаем в настоящее время. И Трамп хочет, чтобы им было плохо. Но если им будет плохо, тогда нам будет очень плохо. Потому что, хотя Америка, ну, осталась, может быть, лидер мировой, но все-таки, если спад в Китае будет, тогда пиши карантин. Стэффи, ну, вы действительно хорошо выучили русский. Ну, я хочу отметить, что все-таки будем надеяться на то, что у всех все будет хорошо и приведет к этому то, что к власти все-таки в какой-то момент, в том числе вот в Америке, придут здравомыслящие политики, которые будут способны договариваться. Что ж, увидимся в следующем году. Благодарю вас за беседу. Обязательно. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин